С главными событиями к этому часу в студии Валентина Чибичек. На Ямале потерпел крушение частный вертолет Робинсон Р-66. Он пропал в районе острова Белый, куда направлялся в составе комплексной экспедиции по следам двух капитанов. Останки вертолета были обнаружены тремя поисковиками, выехавшими на двух снегоходах с метеостанции. Как оказалось, вертолет совершил жесткую посадку. Три человека, находившиеся на борту, погибли. Экспедиция из трех частных вертолетов в понедельник, 18 апреля, вечером вылетела из поселка Амдерма в направлении острова Белый. При подлете к острову ухудшились погодные метеоусловия. Два вертолета улетели в поселок Сабета, один ушел на разведку местности. Через некоторое время он пропал со спутниковой карты, на которой отражался трек авиасудна. В 0 часов 00 минут по Москве, в район, где пропал вертолет с метеостанцией, которая находится на острове Белый, выехали три человека на трех снегоходах для обследования территории. В 1 час 15 минут по московскому времени по прибытию к месту происшествия установлено, что вертолет совершил жесткую посадку в результате происшествия, три человека погибли. На борту вертолета находились опытные путешественники и исследователи. Руководитель экспедиции Олег Продан был директором Национального парка Онежское поморье, действительным членом Русского географического общества, почетным полярником России. Михаил Фарих – потомственный летчик. Впервые он сел за штурвал, когда ему минуло 50, и уже через пять лет совершил два сложнейших перелета. На вертолете «Робинсон» он первым в мире покорил Северный полюс и совершил кругосветное путешествие. Командир экипажа Алексей Фролов был генеральным директором компании «Мириталь». Напомню, экспедиция по следам двух капитанов отправлялась на землю Франца Иосифа в поисках шхуны «Святая Анна». Судно пропало в 1914 году с северные острова Рудольфа, земли Франца Иосифа. Экипаж пролетел через Архангельск на Рейнмар, поселок Амдерма. После острова Белая экспедиция планировала достичь мыса «Желание», архипелага «Новая земля» и острова «Земля Александра» и архипелага «Земля Франца Иосифа». По факту крушения вертолета «Робинсон» Р-66 и гибели трех человек в Следственном комитете Малоненецкого округа возбуждено уголовное дело. Бюджет Ненецкого округа за первый квартал текущего года исполнен почти на 105%. В прошлом году исполнение за аналогичный период было чуть выше – 116%. Дефицит окружной казны составил 992 миллиона рублей или почти 30% от расходов. Отчет об исполнении окружного бюджета за первый квартал 2016 года на очередном заседании администрации региона озвучила заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого округа Елена Карельская. Основными источниками наполнения казны Ненецкого округа являются налоги. В первом квартале этого года налоговые поступления составили более 2 миллиардов. Львиная доля – налог на имущество. Он составил 1 миллиард 421 миллион рублей. Ожидаемые доходы от нефти по соглашению о разделе продукции по проекту «Харьягинское мерсторождение» остались по нулям. На безвозмездной основе регион получил 132 миллиона, 88 из которых – из федерального бюджета. В первом квартале 2016 года распоряжением департамента в соответствии с бюджетным кодексом изменены годовые параметры окружного бюджета по доходам и расходам на суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств средств федерального бюджета. Сумма составила 61 миллион 314 тысяч рублей. На что поступили дополнительные лимиты? Это выплата региональных доплат к пенсии – 38 миллионов, обеспечение лекарственными препаратами – 22 миллиона и выплаты донорам – 37 тысяч рублей. В целом расходы региональной казны в первом квартале составили более 3 миллиардов рублей или 95% к квартальному плану. В суммовом выражении объем расходов по сравнению с 2015 годом за аналогичный период не увеличился. Но надо отметить, что благодаря тому, что проведена работа по оптимизации кассового плана, план расходов за первый квартал относительно 2015 года составлен реально. Поэтому процент исполнения значительно выше. Если сейчас у нас исполнение 95%, то в прошлом году за аналогичный период было 80% исполнения. Говоря о расходной части бюджета, стоит отметить, что средства были направлены на субсидию бюджетным учреждениям для исполнения госзадания, на субсидии юридическим лицам, соцвыплаты и межбюджетные трансферты. Инвестиции были направлены и в госсобственность региона. 21 миллион пошел на строительство 4-го участка дороги до Усинска, 23 миллиона – на 6-ти секционный жилой дом на улице Авиаторов. Львиную долю расходов окружного бюджета в первом квартале составило финансирование госпрограмм. Всего на территории округа реализуется 25. Из них в 2015-м фактически было реализовано 24. Одна программа о дополнительных мероприятиях в сфере занятости, направленных на снижение напряженности на рынке труда НАО на 2015-й год, не реализовывалась, ввиду того, что НАО не вошел в число субъектов Российской Федерации, отнесенных к территории с напряженной ситуацией на рынке труда, которому основание распоряжения правительства судей субсидии не предоставлялось. По результатам анализа отчета о реализации государственных программ установлено, что из 24 программ 8 характеризуются высоким уровнем эффективности, 11 – удовлетворительным и 5 – неудовлетворительным по уровню эффективности. Любовь Пермякова, Мария Владимирова, Владимир Носкин, Телеканал «Север». Объем авиаперевозок в нефтяной сфере вырос на 17%. Итоги работы за первый квартал озвучили в Нарьанмарском объединенном авиаотряде. Как пояснили в авиапредприятии, рост связан с увеличением числа заказчиков. В первом квартале рейсы выполнялись по заказу компаний «Лукоил Коми», «Башнефть Полюс», «Восток Нао», «Полярное сияние», «Буровая компания Евразия», «Русвет Петра», «Усинск», «Геонефть». Кроме того, повышенное внимание к услугам авиаперевозчика вызвано нестабильной работой зимников в этом сезоне по погодным условиям. По итогам прошедшего квартала зафиксировано некоторое снижение количества пассажиров на внутренних авиалиниях. Всего было выполнено по расписанию 220 авиарейсов за аналогичный период прошлого года – 231. Перевезено более 4300 человек. В прошлом году за первый квартал число пассажиров было больше. Руководство авиапредприятия считает сезонное снижение пассажиропотока незначительным. Основной наплыв пассажиров ожидается с мая по сентябрь в период массовых отпусков. Кроме того, во время межсезонья, начиная с мая, в регионе помимо регулярных авиарейсов будут введены дополнительные рейсы в крупные населенные пункты. Это делается для удобства жителей округа, чтобы в период половодия обеспечить непрерывное сообщение с населенными пунктами. К этому часу пока все. Увидеть наши новости можно и на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее информация от метеостанции.